Кризисов в мире довольно много было в разных странах, и Россия не именовали. Но вот опыт показывает, что самое главное в такие периоды удержаться от легких решений, от решений, которые как топор под лавкой лежат. И вот если оценивать действия правительства на сегодняшний день, то на самом деле во многом суеты пока удалось не нужно избежать. Во-первых, если посмотреть на реакцию частного сектора, ну коммерческого сектора экономики, на самом деле, на мой взгляд, она очень-очень даже адекватная. Смотрите, экономика испытала два сильнейших шока. 2014 год и, ну фактически, 2015 год тоже. Два сильнейших шока. Обесценение валюты, резкий рост пациентных ставок, резкое ограничение рынков сбыта, закрытие внешних рынков капитала. А спад, ну там 3,7%. Конечно, смотрите, из экономики за два года ушло огромное количество богатства, связанное с тем, что просто экспорт стал стоить существенно дешевле. Пусть это, конечно, экспорт сырьевой, но неважно. Прямые инвестиции ушли иностранные, был отток капитала, связанный с долговыми обязательствами. Вообще говоря, как бы, я не знаю, есть ли такая капиталистическая экономика, которая бы так вот отреагировала. И надо сказать, что если сейчас, вот мы предположим, что эти шоки пройдены, то есть, ну как бы уже дальше некуда, я имею в виду по внешним факторам, кроме, разве что, еще возможно, ухудшение общемировой ситуации. Это, кстати, ожидаемая вещь, но воздействие на Россию, видимо, будет достаточно ограничено. То, на самом деле, частный сектор, коммерческий сектор уже во многом приспособился. Вопрос, вызов стоит, на самом деле, в основном в части публичного сектора, публичных обязательств государства, поскольку они все-таки были основаны на других экономических параметрах и на других доходах. И мне кажется, что ответ на этот вопрос, он сейчас наиболее важный, потому что он разумный ответ, трезвый ответ может сильно повысить доверие, о котором я речу. Легкие решения, конечно, напечатать деньги – это легкое решение, безусловно, потому что проводить параллели с количественным смягчением, которые проводили или проводят развитые экономики, нельзя. Там же другая проблема. Там идет борьба с долговым коллапсом. Там долг очень высок. В ситуации, если вдруг не контролировать этот процесс, то если экономики, участники экономических отношений понимают, что этот долг не может быть отработан, они начинают его сокращать. Начинается хаотическое сокращение долга и дефляция. Вот с чем там борется. Но это не о России, это не о нас. Абсолютно. На мой взгляд, какова могла бы быть роль правительства, правительства, властей в этой ситуации сегодняшней, в тех условиях, в которых они находятся. То есть можно говорить о многих ограничениях. Но прежде всего, мне кажется, очень важно, чтобы от власти прозвучало, где те точки, где те области, на которые надо обратить внимание и где правительство будет способствовать для того, чтобы выйти плавно на стабилизацию и, возможно, какой-то экономический рост. Мне кажется, первое, это абсолютно однозначно макроэкономическая стабильность, приверженность этому, потому что это позволяет хоть как-то предсказуемая инфляция. Она же предсказуемая, на самом деле. Она вот высокая, но она предсказуемая. Мы знаем примерно, где будут цены. Курс, мы пройдем шоки, курс будет колебаться, но он будет тоже примерно понятно, где он будет находиться. Макроэкономическая стабильность – это доверие. Второе – экспортная экспансия. Ведь падение рубля дало огромную субсидию российским компаниям, фактически. И поэтому импортозамещение автоматически идет. Мне кажется, что пора снимать с повестки дня импортозамещение, а на повестку дня ставить экспортную экспансию. Нормальная экономика, которая получила конкурентные преимущества из-за резкого ослабления валюты, она должна отвечать ростом экспорта. Собственно говоря, это кое-где и происходит, и в том числе и в малом бизнесе. Да, экспортируют, может быть, очень простые вещи. Но вот Валерий Александрович только что говорил здесь, что, вообще говоря, есть и непростые вещи, которые научились делать именно благодаря тому, что, в принципе, есть возможность выходить на рынки. Производительность труда. Вот это очень серьезная проблема. И, собственно говоря, это третье, на что правительство, мне кажется, и власти должны ориентироваться. Надо понять, в чем препятствие. В чем препятствие, почему производительность труда страна отстает там от разных стран. Транзакционные издержки, да, значит, надо туда внимание направлять. Отсутствие мотивации, надо проверить, посмотреть, где мотивация есть, где ее нет. Какова роль государственных компаний с государственным участием. А ведь они составляют очень серьезную долю в российской экономике. Есть там мотивация к росту производительности труда? Если нет, и если нет способов ее повысить, значит, надо какие-то более радикальные меры применять. Например, там, самая известная приватизация, да, может быть, она повысит производительность труда. Но нужно заниматься этим анализом и нужно туда направлять усилия Министерства и ведомства. А делить деньги, я имею в виду делить деньги, которые относятся к вложениям в экономику, это второе дело. Да, наверное, какие-то здесь вещи надо делать, эти вещи в правительстве поставлены. Нужен контроль. Это, наверное, может, четвертое, что можно добавить во внимание. К сожалению, правда, это давно во внимании правительства. Но, как я понял по выступающим сегодня, контроль все-таки под вопросом его эффективности. Вот сюда нужно направлять усилия. И не искать простых решений. Вот это мое пожелание, чтобы все-таки мы как-то вот такие вопросы обсуждали.